На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! В рядах футбольного клуба Гомель новички. Стан зелено-белых пополнили два футболиста. Из казахстанского чемпионата в белорусский перебрался Вадим Побудей. Кроме ЖТСУ в послужном списке полузащитника выступление за Барановичи, Брестская Динамо и Слычи Днепро. Цвета Мозырьской славе на Гомельске сменил Игорь Костров. За плечами 33-летнего игрока выступления в Молдове, Израиле, Казахстане и США. Соглашения с обоими футболистами рассчитаны на один год. Евгений Клочко и Константин Кусков в символической сборной 12-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Кусков стал автором одного из голов матча БЧ против УВД «Динамо». Еще один раз он ассистировал партнерам. Железнодорожники, уступая по ходу матча три гола, сумели обыграть соперника на его поле. Игрок ВРЗ Евгений Клочко в матче против «Лиды» пополнил свой бомбардирский багаж с тремя забитыми голами и двумя ассистами. Вагоностроители победили 9-2. Клочко укрепился на вершине списка снайперов чемпионата с 19 голами в активе. Кроме того, он лучший по системе гол плюс пас. 27 очков. Евгений Клочко в третий раз в нынешнем сезоне признан самым ценным игроком тура. Состоялось открытое первенство Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта по конному спорту. В соревнованиях по выездке в предварительном призе в младшей возрастной группе победу праздновала Анна Колеватова. У юношей в командном призе победила Виктория Пильник. В конкуре на маршруте с высотой препятствий 80 сантиметров золото у Марии Муравьевой. Степан Лужков стал лучшим в конкуре с высотой препятствий 90 сантиметров. В Гомеле завершилось первенство области по шахматам среди юношей и девушек возрастом до 18 лет. Сильнейших выявляли в классических и быстрых шахматах, а также блице. На пьедестал почета поднимались спортсмены из Гомеля, Светлогорска и Рогачева. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова